Даже проигнорировав решение Конституционного суда и рекомендации Венецианской комиссии, президент Майя Санду не исчерпала возможности для выдвижения кандидата на пост премьера. Поэтому Верховный суд может заставить главу государства пойти законным путем. Так считает бывший председатель КС Дмитрий Пулбери. Существуеты в качестве Конституционного президента в начале 2015, а потом еще есть вакурия КС Дмитрий Пулбери, в начале 2019, в которой заключается что до главы президента не избавляет то, что иначе в кейли в то, что в камедатный премьер-минстр. Сыр, в виду, вакурии конституции председателя при чрезиденте, который был обязан, что в камедатный премьер-минстр, Домитрий Полбери считает, что Майя Санду продвигает свою собственную повестку дня в ущерб конституционным решениям. Таким образом, Верховный суд должен вернуть ее на законный путь для решения политической проблемы. В свою очередь, бывший президент страны Игорь Дадон, с сожалению, отметивший, что Майя Санду интересует только дополнительные мандаты ПДС, говорит, что социалисты будут настаивать в КС на отмене обращения действующего главы государства и надеются, что решение суда будет не только конституционно правильным, но и гуманным по отношению к обществу, которая сейчас нуждается в массовой вакцинации. Игорь Дадон добавил, что социалисты используют все конституционные, правовые и политические средства, чтобы предотвратить проведение досрочных парламентских выборов в разгар пандемии, защитить те граждан и предоставить им не менее 1 миллиона вакцин. ПСРМ считает досрочные выборы крайне опасными, если не будет иммунизировано не менее 300-400 тысяч человек. Бывший президент Молдовы, лидер ПКРМ Владимир Воронин также просит Майю Санду отложить обсуждение досрочных парламентских выборов до полной стабилизации эпидемситуации в стране. Вы обязаны как можно скорее утвердить полномочное правительство, которое возьмет на себя ответственность для улучшения сложной эпидемситуации в стране, закупит вакцину и приступит к иммунизации населения. И сделает это без оглядки на политические интересы и материальные затраты. В противном случае новые жертвы пандемии будут на вашей совести, сказано в обращении Владимира Воронина. Парламентские партии, в том числе бывшие партнеры партии, во главе с Майей Санду, признают, что нас ждут очень сложные месяцы с большими материальными и человеческими потерями. Мы в течение этого периода входим в зона авантюрии и ирспонсобилитетей. В этой связи и бывший министр внутренних дел Александр Жиздан предупредил, что когда в стране наступает хаос, активизируются криминальные элементы. Майя Санду объявила в понедельник, что обратилась в Конституционный суд для выяснения обстоятельств распуска парламента и начала досрочных выборов.